Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия и судьбы» и я, ее ведущий, Евгений Понасенков. Очень рад, что сегодня мы поговорим о выдающейся личности, об артистке от политики, как бы я ее назвал, о Маргарет Тэтчер. На самом деле, действительно, она всегда была и есть большая артистка, и мы сегодня в этом убедимся, потому что я нашел для вас очень редкие кадры ее выступлений, ее жизнедеятельности на посту премьера, и до этого, и после. Дело в том, что она является уникальным примером победы человеческого духа и интеллекта над серостью и бездарностью, которые так часто встречаются в обществе. И я бы хотел начать эту передачу даже не с даты ее рождения, не с фактов биографии, о которых скажу чуть позже, а сразу поставить вам небольшой отрывок из выступления Тэтчер в самом конце ее пребывания на посту премьер-министра Великобритании. И в этом отрывке виден ее характер, темперамент, артистизм, виден образ, который она сумела создать за долгие годы пребывания перед глазами общества и всего мира. И на самом деле здесь не так важна тема, хотя тема, конечно, важная, это ее оппозиция, вступление Великобритании в еврозону, да, вот единая валюта, все прочее. Как вы знаете, Великобритания в итоге не присоединилась, и я думаю, что это пошло на пользу ее экономике. Так вот, выступление Маргарет Тэтчер в парламенте, в английском парламенте, вы увидите сейчас, как все это происходит, с каким-то, так сказать, шиканьем, с какими возгласами классическими, да, и опять-таки ее классический стиль, ярко-синий жакет, костюм, очень она любила этот цвет. И мы начнем вот именно с нее, как артистки политической сцены. Великобритания, в том числе, как артистки политической сцены, как артистки политической сцены, в конце葵, ну, 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 Perfect the Labour Party would give all those things up, easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps, being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the Right Honourable Gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House to Europe? You know, while we listened to this excerpt, which I really love and especially for you, I found out in the speech of Thatcher, where I show her character, her artistism, I'm going to say, you know, that there are too many, 1,5 minutes on English in the air. Imagine what it is, 3, 4, 5 minutes of the clip on English in the language of the most dreadful modern music, songs like these, it's normal. And they're hours on different channels, there's even special channels of this dreadful. And 1,5 minutes of the influence of the British Parliament of the illustrator, bathe möglich with two middle신 and two hours of upper language, someone who knows Latin Latin and the potato survivor's face it's over 1,5 minutes on the air too much. This is an exponential experience that I didn't expect Actually to speak or not, Кажется, это большой показатель состояния современного мира и общества. Но теперь мы можем перейти к биографии Маргарет. Она родилась 13 октября 1925 года. 13 число для нее стало счастливым, и мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что я ее люблю, вот у нас такой полный контрапункт. С ней 13 марта, мой день рождения 13 октября у нее, чистый контрапункт, но я ее всегда обожал, и вот это 13 число принесло, как мы видим, удачу ей и Британии впоследствии. Родилась она в маленьком городке к северу от Лондона, Грэндхэм. И в семье мелкого предпринимателя, бизнесмена Робертса, Альфреда Робертса, ее девичья фамилия Робертс. Он фактически, ее отец сделал, заложил основы, ее характер, ее воспитание, которое потом позволило ей стать великим человеком. И она это признавала и в книжке мемуаров, и во всех интервью. Ее отец был уникальным человеком, настоящей личностью. Получив всего лишь начальное образование, он читал тонны книг. Каждую неделю вместе с маленькой Маргаретой они ходили в библиотеку и вместе выбирали. Конечно, я воспитывал ее как любимого, я бы сказал, сына. И в таких пуританских принципах, потому что в доме не было проточной воды, тем не менее была невероятная чистота, огромное количество книг. И Маргарет росла достаточно одиноким ребенком, потому что она не играла со своими сверстниками, которые были неинтересны, она постоянно читала. Она не ходила в кинотеатр практически, в школе. Она сразу стала лидером, потому что она блистательно произносила спичи самого-самого маленького возраста. Она складывала слова в предложение, а у некоторых это не получается и так далее по жизни. Это талант. Она была лидером, она была невероятным трудоголиком. Но потом она могла спать по полгода, по 3-4 часа во время предвыборных кампаний или каких-то экономических кризисов. Но она всегда очень много работала. На самом деле путь к премьер-министерству для нее был очень долгим, очень тяжелым. Она это заслужила по-настоящему. Интересно, конечно, подумать о ее характере. В 9 лет она выиграла конкурс поэтический в ранней школе. И учительница сказала, ну что ж, тебе очень повезло, вот получай приз. И маленькая Маргарет Хильда Робертс. И я ответила, нет, мне не повезло, я это заслужила. Это очень правильно, потому что действительно она все заслужила, она работала. Затем она 4 года учила, зубрила латынь, чтобы получить стипендию и поступить в самый престижный женский колледж в Оксфорде, который она закончила блистательно, стала бакалавром в области химии и как ученая работала несколько лет. Однако ее амбиции и темперамент, конечно, превосходили бакалавра ученого. И затем ее все эмоции были связаны с политикой. Уже в 23 года она участвует в выборах аж в парламент от партии консерваторов, от знаменитой Тори. И это происходит в городе Дартфорд. Город это индустриальный, промышленный, там традиционно очень низкие рейтинги Тори, потому что там сидели и баристы побеждали. И когда говорят, что Маргарет, юная Маргарет там проиграла, ну что же, это не поражение, это победа, потому что она набрала не 20% максимальной, что когда-либо там достигали консерваторы, так сказать, мужчины с опытом и так далее. Она набрала 36%, это полная фантастика, абсолютная. Это был колоссальный опыт. В 25 лет она выходит замуж за Тэтчера, это человек, который подарил ей фамилию, которая прославится потом на весь мир. Он был бизнесменом средней руки, разведенным, старше ее на 10 лет, но он ее любил и ценил, что очень важно. Брак с ним позволил ей пойти на курсы юриста и скоро их закончить с успехом, работать за тем несколько лет как юрист в очень сложной такой сфере, особенно нетрадиционной для дамы, для леди того в ту эпоху. Она специализировалась на налоговом праве и налоговом законодательстве, но это потом ей очень помогло. Это вот сознание ученого, навыки ученого и навыки юриста, конечно, ей очень помогли впоследствии. Какое-то время она отходит от политики, занимается юриспруденцией, занимается детьми, в которых она родила Тэтчеру, это близняшки. И чуть позже она опять попыталась счастья и в 33 года была избрана в парламент Англии от одного из богатых пригородов Лондона, от партии Тори. И вскоре началась такая головокружительная карьера, потому что она в 61-64 год сначала была секретарь, парламентский секретарь при Министерстве налогов и социального обеспечения, потом уже где-то в 70-е, в начале 71-м году она стала фактически министром по науке и образованию, и в 75-м году она возглавила партию, консерватирную партию Тори. Надо сказать, что это была и победа, но это была победа такая очень опасная для нее, потому что она, конечно, этого добилась, но партия Тори в 75-м году была в колоссальном катастрофическом кризисе, как никогда за всю историю Англии. Собственно, вся Англия, вся Британия была в кризисе, это был тотальный, это был структурный, я бы сказал, экономический кризис Британии, о нем очень много написано в учебниках. Вот в этой ситуации, когда ни один другой политик, мужчина, женщина, неважно кто, не мог найти в себе силы возглавить эту партию, что-либо сделать позитивное, она нашла. И первое, что она заявила, приняв дела в партии, она сказала, что в стране очень уж мало, очень мало богатых людей, очень мало дохода, а это надо повышать доходы. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели речь и вообще, так сказать, поведение молодой Тетчер, отличающий кадр, очень старый, достаточно молодой Тетчер, на съезде свободного общества, так называемого. Там нету каких-то серьезных политических заявлений, там есть вот именно ее, этот артистизм, который, конечно, и позволял продвигаться на политической арене. Это очень важно для любого политика. Итак, мы смотрим этот отрывок. Which firmly and unmistakably underlines... And then a politician emerged, who also believed that people should be allowed to express themselves. Instead of being controlled by the state, the individual should become the central focus of society. Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. Мне, как театральному режиссеру, очень интересно и очень приятно слушать хорошую английскую речь, потому что она акцентирована, потому что она хорошо артикулирована, и очень всегда с вот этими подъемами, понижениями акцента и интонации. Это важно для театра, этого нет. В нашем театре, к сожалению, у нас другая стилистика и театры русского языка. И здесь как раз Маргарет, вы видели опять блистательно в своих интонациях, в своем вот этом напоре, темпераменте, ее слова, как камни, брошенные в эту пропасть безумия социалистического, которое Леватское творилось тогда. Они, конечно, возымели успех. Вскоре, в 79-м году, она в 53 года становится первой женщиной-премьер-министром Британии, останется на этом сроке, на этом посту несколько сроков, больше 10 лет, что тоже своеобразный рекорд. И я еще раз повторю, она получила правление Британии, когда страна находилась в кошмарном положении, потому что был структурный, системный экономический кризис, разруха в умах, кризис доверия к Англии за рубежом и так далее, и так далее. Серьезно, очень международная ситуация, потому что в СССР был еще силен, в Америке был тоже кризис экономический, а это очень связано все, и так далее, и так далее. Что она делает? Она повела себя очень жестко, она работала круглосуточно, она объясняла все свои непопулярные меры блистательными речами, публичными. Когда она пришла к власти, она сформулировала две вещи. Первая, она процитировала речь Авраама Линкольна, который в свое время очень точно сказал, что вы никогда не усилите слабого, ослабляя сильного. Вот это тезис, как краеугольный камень ее политики. Первое, второе, она сказала, что у нас есть враг. Враг общества – это профсоюзы, которые тормозят развитие экономики. Это люди, не желающие работать, и она совершенно права. На самом деле, что такое профсоюз? Не вот какие они бывают хорошие, должны быть. Да, мало ли что должно быть, все должно быть. Что такое на самом деле часто, на практике профсоюз? Это действительно люди, которые организуются, вместе соорганизуются, чтобы не работать, причем на законном основании. Причем можно повысить зарплату, попросить себе, не повышая квалификации, таланты и так далее. Вот, допустим, есть угольная шахта, которую закрывает правительство или ее хозяин, частник. Закрывает, потому что она нерентабельна. Естественно, люди остаются на улице. Но ведь я никогда не понял, почему государство, вот кто-то, Тэтчер, Маргарет Тэтчер, вот Маргарет Хильда Робертс, конкретно женщина, должна заниматься проблемами этих сотен тысяч людей, которых их мама, папа, они их родили, не обеспечили работы, ничем не обеспечили, ни образованием, они ни одно образование не получили, ни второе, ни книжек не читали, ни по четыре часа не спали, ни латинский язык не учили, ничего не хотели, но им обязаны, кто-то им обязан их трудоустроить. Бред сивый кобыл. Но это так происходит. Кстати, то же самое у нас сейчас в стране, начинается и скандал в театре Любимого на Таганке, это же тоже, это когда вот собираются люди, актерчики, которые не желают работать. Любимов в 94 года может работать с 10 до 10, хочет работать, а они не хотят, они хотят сдавать помещение, как в соседней Таганке у Бенкова. Так вот и здесь тоже было самое. И Маргарет все это поняла, она прекрасно это понимала. Она была образованным человеком, она была человеком трудолюбивым, и она патологически не переносила бездельников. Но тем не менее, она все-таки глава правительства, она обязана этих бездельников трудоустроить, и что-то сделать, иначе будут социальные волнения. И что она делает, чтобы прекратить вот эти забастовки страшные, которые парализовали экономику, особенно потом еще постепенно, в 84 году была вторая волна. Первое, она помогает штрейхбекерам, которые, те люди, которые не выходили на забастовки, боялись потерять работу. Второе, она создает новые рабочие места, в Северном море увеличивается добыча нефти. Перепрофилирование социальных кадров, работников она производит. Идет на стимулирование половинчатого рабочего дня, когда человек работает только половину дня, и какие-то копейки все равно он получает за это. И так далее, и так далее. При этом все она идет на очень непопулярные реформы экономические, которые, я бы сказал так, контр-левацкие, контр-социалистические. Потому что, конечно, Англия, как и Франция, как и все, скатывались в социализм, который сейчас уничтожает уже всю Европу, весь Западный Великий мир, она понизила максимальную ставку налога на доход и также понизила максимальную ставку доходного налога с нетрудовых доходов. Она при этом повысила НДС, налог на добавочную стоимость. И она сделала вообще то, что, конечно, так сказать, настроила народ против нее, но, тем не менее, это дало потрясающий импульс экономике, и потом впоследствии сказалось положительной для всех, что люди не могут думать на два шага вперед, только на один максимум, на три вообще невозможно. Она отказалась от директивного регулирования заработных плат и валютного курса. Более того, она пошла на широкомасштабную приватизацию государственных предприятий и жилого фонда. Ну, когда она пришла к власти, в Британии жилой фонд был частным только на 42%, а в конце на 66%, и потом даже больше. Для сравнения, в Америке это было всего 62%, а там более всего это развит частный сектор владения недвижимостью. Вот такие меры. Это потом получило название в науке рейгономика. Это тачеризм. Я правильно перепутал, потому что рейгономика в Америке, то, что проводил Рональд Рейган в связи с теми же проблемами и такими же методами, и тачеризм в Англии, это сонаправленные, единообразные явления, которые две этих великие личности проводили. Так что это, в общем, перевод на американский, на английский, рейгономика, тачеризм, это как бы в переводе. Теперь, вот когда я им рассказал, как эта дама, которая химик, юрист по образованию, которая выучила за 4 года латынь, латинский язык, латынь, когда я рассказал, какие замечательные меры по оздоровлению экономики Британии она приприняла, я хочу, чтобы вы посмотрели такой, ну, как бы, клип из ее фотографий, замечательной фотографии, выдающейся личности, под музыку Элгера, который является неофициальным гимном партии Тори. Итак, мы сейчас этот отрывок посмотрим. Тетчер всегда поражала обаянием интеллекта, целеустремленностью, волей. И действительно, все мемуаристы, все те, кто с ней работали и до этого учились, даже в школе, даже в младшей школе, все отмечали колоссальные ее, вот эти лидерские качества, качества, не только амбиции, потому что амбиции, на самом деле, есть у огромного количества людишек, так сказать, людей. Я помню, даже в школе у меня, в классе, ну, что ни мелочь, то колоссальные амбиции. И только некоторые, или даже не некоторые, я даже не скажу кто, что-то из себя в итоге представляли, представляют. Так и Маргарет Тетчер. Ее очень многие обвиняли в колоссальных амбициях, в том, что она жестко себя ведет, в том, что она не позволяет другим в ее присутствии себя чувствовать комфортно. Но это не так, потому что те, кто действительно были личностями, те, кто обладали интеллектом, и те, кто сами могли на что-то быть способными, самодостаточные люди, конечно, в ее присутствии чувствовали только такую приятность, им было приятно, потому что они могли общаться с выдающейся личностью, с интеллектуалом, с человеком с огромной энергией и так далее. На самом деле вот этот пример Тетчер, он очень показателен. Ведь помимо тех, кто ею восхищается, и в Англии, и по миру есть огромное количество существ, которые ее ненавидят. Но, конечно, она ведь пример того, что достигает человек своим трудом, именно трудом и талантом. А ведь у нас очень любят так, вот знаете, не выделяются, быть как все, и не только у нас. На Западе ведь тоже в последнее время вот эта идея равенства, и я бы сказал даже, насколько равенства одинаковости во всех отношениях, социальном, этническом, культурном, каком угодно, она начинает превалировать. Это великая трагедия, потому что вся европейская культура, и прежде всего английская культура, потому что Англия все-таки она возглавила вот этот поход в развитие, в поход в, скажем так, культурно-экономическое развитие. Она была в первом эшелоне культурной и индустриальной экономической революции в рамках Европы. Так вот, я вам хочу сказать, что я вам сейчас это скажу, если вот то, что происходит вокруг моей аппаратной, сейчас мы уже в прямом эфире, весь этот совок наконец прекратится, потому что здесь невыносимо громко, и надеюсь, меня сейчас услышат в аппаратной. Права была Маргарет Тэтчер, что она боролась с империей зла, с совком, когда никто не хочет работать, лишь получать зарплату, и все неорганизовано, все валится из рук. Так было в СССР, потому что люди сидели на местах, их нельзя было уволить, и поэтому экономика и общество не развивались. И я очень хочу поблагодарить лично от себя и от, так сказать, всего прогрессивного человечества Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, за то, что она опосредованно помогла России прийти к новому ее состоянию. Я объясню. Дело в том, что Рональд Рейган, который взял жесткий курс в отношении Советского Союза в определенное время, в свой первый срок президентства, это была гонка вооружений, вы знаете, что СССР и США устроили эту гонку, и вот тот, кто победит, тот, так сказать, режим и выживет, и победил Америка, потому что Рейган в Конгрессе пробивал дотации на военные расходы. Он понимал, что если СССР будет понимать, что у них нет такого потенциала, как у США, тогда влияние СССР в мире упадет, и вся система будет рушиться. А после этого Рейган, опять-таки, стимулировал добычу нефти в Арабских Эмиратах, и цена на нефть упала в мире, и началась стагнация в советской экономике. То есть Рейган как бы додавливал вот этот умирающий, страшный, дикий, варварский советский режим, и Тэтчер это понимал. Но у Рейгана стало в середине его первого срока, еще очень поздно стал президентом, в 69 лет, проявляться будущее Валерия Зняльцгеймера. Он стал во время своих речей забывать какие-то факты. И в этот момент Тэтчер во время его вот перед предвыборной кампанией второго срока, она приезжает в США, она встречается с Рейганом, она с ним гуляет по вилле его, по ранчо, фотографируется, дает блистательные спичи, читает публичные в поддержку Рейгана, и в немалой степени как бы содействует тому, что Рейган стал второй раз президентом США. И затем она также поддерживает начинание Горбачок, она поняла, что в общем-то там есть реформистское начало, реформаторское, и она стала его поддерживать. Таким образом, вот Тэтчер способствовал тому, что эта страшная система, основанная на подавлении личности и экономики, была уничтожена. И вот теперь мы можем благодаря Тэтчер радоваться, что теперь в России, слава Богу, есть и свободная экономика, развитая рыночная система, отсутствие цензуры, отсутствие политических заключенных и все-все прочее с этим связано. Спасибо, Маргарет. Итак, я продолжаю. Среди всех ее достижений, Тэтчер на посту премьерства, я бы обозначил еще и эстетскую эстетическую, потому что она очень долго вот эти свои более 10-10 лет держала Британию на плаву в том плане, что она предотвращала волну вот этой эмиграции легальной или нелегальной, которая уже захлестнула Францию, многие европейские страны, она предотвращала это. Я, как по первому образованию историк и автор монографии о Наполеоне, поклонник всего французского и континентального, не могу сказать, что я всегда любил Англию. Англия достаточно подлая держава, всегда воевала на континенте чужими, так сказать, пушечным мясом, давала деньги, стравливала страны, это всегда было так. Но, собственно говоря, в этом есть дипломатия, это ее обязанность любой страны защищать свои собственные интересы. И у Британии это очень хорошо получалось. Хорошо получалось, и за долгие столетия вот этой политики, подлой по отношению к другим, действительно на этом острове, британском на Туманном Альбионе, сформировалась тот уровень культуры, эстетики, который восхищает весь мир. Именно Англия подарила миру Шекспира, великого Оскару Вальда, Шелли, Китца, английский юмор, английскую эстетику, стиль в архитектуре и так далее, и так далее. И вот все это любила, защищала Тэтчер. Если вы посмотрите на те фотографии, которые вот сейчас были в клипе под замечательную музыку, вы увидите вкус, вы увидите вкус в одежде, эти брошки, эти костюмы в ее любимом светло-синем цвете. Прическа такая, я бы сказал, очень рафинированная и очень внимательная, когда каждый волосок знает свое место. В этом вся Тэтчер. Колоссальная энергия и трудолюбие скрыты в ней. Энергии и трудолюбие лежат в основе западного капитализма, который сделали Великой Англии, Франции и все остальные государства, которые сейчас разрушаются, к большому моему сожалению. Так вот, она берегла великую английскую, британскую, в общем-то, европейскую культуру, потому что британская культура – это одна из основ, столпов европейской, общей европейской культуры. От вот этого страшного, страшной волны переселения народов, которые сейчас поглощают Европу и в том числе Англию. И то, что происходит в Лондоне, Бирмингеме, во всех уже других городах последние уже больше недели, я бы назвал так. Ведь мы немножко не понимаем, мы вот в этой политкорректности, знаете, там молодые люди начали беспорядки. Ну, какие молодые люди, понятно, какие люди, откуда, какого, так сказать, оттенка и все прочее. Это было и ясно. Ну, вы заселили к себе в квартиру человека, который абсолютно не знает вашей культуры, воспитания, образования, и хотите от него вдруг, чтобы он все это уважал, да еще и жил по вашим правилам. Это же бред. Не должен он этого делать и никогда не будет. Это у него ни в менталитете, ни в генетике, да нигде. Вот это она прекрасно понимала, Тэтчер. Но 20 лет без нее привели Британию к этой катастрофе. И я вот уже начал говорить. Я бы назвал это Третьей мировой войной, на самом деле, то, что происходит в Европе. Потому что Британия – это всего лишь часть Европы в данной ситуации, в контексте. У меня была статья в коммерсанте власти за 2003 год. Назывался она, написан первый учебник по Третьей мировой войне, где я рассказывал, что это за война. Я ее назвал нон-конвенциональной войной, которая не ведется по правилам. Когда нет объявлений войны, когда посол не требует паспорта, когда нет заключения мира, переговоров и так далее, и так далее. Потому что враги внутри страны, в огромных количествах. И, а тем более, сейчас еще техногенная катастрофа. По мейлу все можно связаться в интернете. И поэтому сотни, тысячи вот этих вот выродков сейчас громят Британию вполне организованно. И это настоящие военные действия. Я сам был в Европе много раз, жил и в Англии, во Франции, и в тех районах. Я лично отбивал, отбивал средь белого дня женщины и детей, как говорят, знаете, женщины и дети погибли там или были ранены. Женщины и детей от этих эмигрантов. И я не собираюсь называть их просто молодыми людьми, старыми людьми, там еще как-то. Я конкретно их называю. Так вот, Тетчер была провидицей. Она прекрасно все это видела и понимала. Если она не побоялась подавить очень жестко вот эти вот волнения в среде профсоюзов в свое время, которые действительно были потомками граждан давних, давно были гражданами Британии, то уж, конечно, она не стала церемониться, как сейчас церемониться власти вот с этими. Она совершенно была уникальным человеком в смысле воли. Но при этом, говорят, вот женщина, женщина. Я был недавно на одной программе, где обсуждали феминизм. И одна дурочка из Думы, дурочка, другого нет слова, она говорит, надо ввести квоту на определенное количество женщин в какой-то там партии или в организации еще и так далее, и так далее. Но эта дурочка никогда не читала интервью действительно великой женщины Тэтчер, которая сказала, что никто не навредил имиджу женщины так, как феминистки. Вот эти дурочки бездарные, которые пытаются ввести квоты. Если есть талант, любой человек, любой цвета кожи, любого пола его отсутствия, любого возраста, любого вензии национальности, гражданства, ориентации пробьется. Ну, действительно. В мировой истории женщины всегда правили, когда они были на это способны или достойны. Екатерина, Клеопатра, своими другими методами, правилами Салина и так далее, и так далее. И вот, пожалуйста, Тэтчер, Голдемейр, да кто угодно. Просто они могли это делать, а вот эти, которые квоты хотят ввести, они не могут, поэтому хотят эти квоты ввести. Позорю само понятие. И Тэтчер, вот как этот пример, она, конечно, заимствовала мужские качества, безусловно, вот эта целеустремленность, работоспособность и так далее. Потому что женщина что такое? Очень быстро меняется гормональный статус, настроение. Опять-таки, организм может быть не так вынослив в каких-то планах. Но вот если человек решил себя этому посвятить, она решила, и она это сделала. Она просто себя как бы немножко перепрофилировала. Вот эти качества, да, устремленности, качества контроля, самоконтроля она использовала, называется сила воли. А сила воли должна быть у любого пола. Она присуща человеку вообще, а не только женщине или мужчине. Просто самое важное, как они это используют или не используют. что еще надо сказать вот в связи с победой Тэтчера, я бы сказал, в культурном цивилизационном понятии. Она доказала, что интеллект может быть обаятельным по-настоящему. Потому что действительно она не была никогда, скажите, какой-то там классической красоткой. Она никогда не заигрывала вот в эту доброту. Знаете, иногда политик приходит, там, на свиноферму, начинает свиней целовать в детский сад, начинает также целовать детей, потому что мы это одно и то же. В общем, практически так и есть. И так далее. Она никогда вот этим не занималась. Она была очень откровенным человеком и очень честным. Ее уважали даже враги за то, что она была человеком откровенным и честным. Она не была, вот, никогда не заигрывала. С другой стороны, она, конечно, была замечательным политиком, который пользовался как человек образованный, знающий историю всеми, так сказать, женскими секретами политики. В том числе, чтобы выиграть выборы, иногда нужно что? Что? Маленькая победоносная война. Ну, вот так не получилось у Николая Второго с Японии, там все проиграли. Потом у другого получилось, там вроде бы как выиграли, хотя, значит, непонятно, что это будет. А вот здесь у Маргариты все получилось, потому что она очень точно рассчитала. Значит, есть такие фольклендские острова. И вот в 83-м году, когда в Англии опять был очередной экономический кризис и была женщина у власти, глупые аргентинцы решили, что можно эти острова оккупировать. Ну, кто же будет сейчас ими заниматься за 8 тысяч миль от британских, от Британии, вот эти острова, кто их будет защищать. И более того, там всего 1300 британских подданных, их там с их 65 тысячами овцами и еще там огромным количеством пингвинов. Но Маргарита была человеком, во-первых, принципиальным. А почему это? Как они посмели, да? А с другой стороны, конечно, очень хитрым политикам. Действительно, нужна была победа, стране нужна была победа. Но все были, естественно, против, ну, как это можно куда-то посылать своих, значит, корабли, детей, это и деньги, все что угодно. Потом эта война стоила. Операция, я сказал так, 250 все-таки солдат жизни Британии. Всегда против люди, против Буша, против Тэтчера и так далее, и так далее. Не понимая, что, в общем-то, цивилизация мировая держится не только на, так сказать, вот, когда крылышки за спиной и по всем остальным точкам тела. Так вот, она жестко провела эту кампанию. Во-первых, она стояла, что действительно должна быть эта ответная операция и в парламенте, и в прессе. Это была колоссальная борьба, потому что против были все. И она выстояла, выдержала. А когда ее спросили, уже после блистательного победного окончания операции, а вот, ну, как вы, а если бы вы проиграли, тогда что бы вы делали, потому что полный крах был в вашей партии, вас, как человека политики. Она сказала, проиграла я, это невозможно, об этом даже нечего было думать. Вот в этом вся Тэтчер. Она брала на себя самые непопулярные решения, потому что она была невероятно умна, понимая, что это правильно, и невероятно целеустремленно в плане того, что если этого качества нет, вот, добиться своего, то даже, в общем, самую очевидную, самую логическую, самую простую вещь никогда человек не добьется. И Тэтчер как раз подтверждает это. А сейчас я хочу сделать такой заочный подарок леди Тэтчер, рыцарю, кстати говоря, Британской империи, в виде знаменитой мелодии Эдварда Эльгара, великого английского композитора, которого называют, говорят о нем так, мы говорим Эльгар, подразумеваем Британию, говорим Британию, подразумеваем Эльгар. Так вот, эта песня называется, эта музыка, вернее, называется «Песня рассвета», «Песня утра», «Песня утренняя песня», и показываются очень красивые места с невероятной вот этой зеленью английской, с пейзажами, с домами прихотливой такой причудливой архитектуры, чисто английской, да. Сейчас мы посмотрим этот, как бы, мой такой заочный подарок леди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Как бы я хотел, чтобы вот эта эстетика, она сохранялась. Сейчас в последнем кадре мы увидели телефонную будку, знаменитую, такую английского цвета, английского типа. А я подумал о том, что как же все унифицирует сейчас вот эти вот у нас мобильные телефончики везде, или как сейчас там это уже называется, такие штучки. И все с ними ходят, постоянно время на них теряют. А вот те варвары, пришельцы из Африки, из разных регионов, которые сейчас громят английские города, они прежде всего громят магазины с мобильным телефоном, потому что для них это как символ, это побрякушка, как символ, значит, какой-то радости от жизни, вот это максимум, что они могут, на что у них здесь хватает. И, кстати, ложь. Это ложь, что когда говорят, вот они в таком там положении находятся, что они не могут получить образование, того не могут, всего не могут. Слушайте, в интернете они могут прочитать все, что угодно. Шекспира, Речи Тэтчер, послушать Марию Каус не хотят, потому что у них этого нету, у них этого нету внутри, в крови, у них в мозгах нигде этого нету. И в желании этого нету, никогда и не будет, никогда. Потому что, ну, потому что я вам в эфире не скажу, почему. А что касается Тэтчер, я бы призвал всех, надо любить личность. Надо любить не серость и мелочь, а надо любить что-то настоящее. Прав был отец Тэтчер, который учил в детстве, никогда не поступай так, ну, как-то так, только лишь потому, что так хотят твои друзья. Вот так он ее воспитывал. Я очень рад был сегодня сделать эту передачу, этот выпуск, рассказать вам о Маргаре Тэтчер, которую одна из немногих женщин, которые покорили мое сердце. Это была программа «Поэзия судьбы», и я ее ведущий Евгений Панасенков. Увидимся. Продолжение следует...